Привет! Эээ, Трибуар! На одном из моих последних стримов мой подписчик Русгейм через донатик, за что ему огромное спасибо! Попросил меня посмотреть очередной ролик с канала Чак Ревью, который называется «Все игры про трёх богатырей. Игра мыла». Ээээ... Я, наверное, играл только в одну игру про трёх богатырей. Это, насколько я помню, про Алёшу Поповича. И всё. Я даже не знал, что есть ещё какие-то, но сейчас нам Чак расскажет про них. Я подумаю, интересны они или нет. Естественно, играть я в них вряд ли буду, потому что это, скорее всего, такие же квесты, как и Алёша Попович. Эээ... Квесты я не особо как-то люблю. Слишком немножечко скучно. Иногда сложно. Ну, явно, это не про богатырей сложно. Короче, сейчас мы узнаем, какие там игры были, какие они крутые или не очень. Но прежде чем начать смотреть видосян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Ден, на группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Теперь погнали смотреть видосян. Умеренно, будет офигенно, как обычно. Поехали! Кхм-кхм. Нет, я сюда не пойду. Угу. Зачем мне это? Нажми лучше сюда. Так. О, да... Да что это происходит, блин? А когда вышел видос? В восемнадцатом году, четыре года назад. Окей. Итак, квест не на жизнь, а на смерть. Перед вами две совершенно одинаковых футболки. Одна стоит около тысячи рублей, а вторая... Я так понимаю, это реклама, да? Да, это реклама. Так, давайте... Так вот. Так вот. Поехали! Здорово! Здорово! Потом про третьего мультика, и они объединились в одном мультике. Можно бы было из них полюбить. Нам приходится пока лишь довольствоваться этим бесконечным сериалом, который уже в печенке сидит. Эда. А ведь так все хорошо начиналось. По всему предлагаю... Согласен. Вот первые три части были прям классные. И я смотрел еще вроде четвертую, про эту... Эмммм... Как там ее зовут? Эта женщина в этом... Эммм... В шубке. Ну, вы поняли в чем, да? А, вот. И все. Больше я не смотрел, по-моему, ни одного мультика про богатыря. Отмотаться на начало нулевых и запустить все скорострельные громыла. Смотрим. Погнали. Какой же простор для всяких аркад, битэмапов и бродилок мог бы быть для богатырей, находясь они... Не в нашей стране. Почему? Так что поэтому в России дебют состоялся только в 2003-м. Три богатыря или очень страшная сказка. Не понял, подожди, в каком смысле в 2003-м? А когда про Леша Поповича мультик вышел? По-моему, гораздо позже, разве нет? Хэ. Или это просто, в принципе, про трех богатырей? Не важно от... Ну, типа, по мотивам студии... Мультиков студии Мельницы, да? Занималась игрой небольшая конторка Magna Media, которая не ответственна за обучалки английскому языку. Но в лихих началах нулевых они выкатили этого крокодила, который позиционирует себя как эротический квест. Подожди, что? Ха-ха-ха! Что? Эротический квест про трех богатырей? Я не понял, они там что, будут качаться и показывать свои эти, что ли, банки? Поверьте, братцы, эта обложка самый максимум эротизма. Капец. Черт. Как ты такие? Ха-ха-ха! Крик, грубо ты сначала не поверишь, что она вышла в 2003-м. Через год выходит Half-Life 2, а у нас до сих пор полигональные пиксели. Тянет максимум на конец 90-х. Замес довольно прибит к стене. Змей горынич похищает Василису прекрасную и слава Иисусу, что он смог ее поднять, ибо посмотрите на это. Она, блин, почти такая же как башня. Значит, раз в пять больше жителей этой деревни. И она смотрит на них так с высока Ха-ха-ха, черни По-моему, этот богатырь меньше реально, чем Алиса Вы посмотрите, что там происходит Охренеть, там что это было? Резиновая кукла РПЦ, внимание, тревога, оскорбляют! Эй, мужик, не смотри на меня так Я не добровольно сгребаю тут ваше дерьмо Если же раскроете свои очи пошире То вы углядите, что тут и там разбросаны плакаты с голыми бабами Плакаты? А, тем не менее О, господи, какая мерзость Верьте или нет, но квест сделан добротный Да ну его нафиг, он выглядит отвратительно Добротан там, не добротный Я даже не хочу к нему прикасаться Потому что, фу, какая-то мерзость Чтобы опустить, к примеру, Алешу Нужно выцепить сток сена, снять это чучело При этом замени фон на костюм Бэтмена Что? Ха-ха-ха, что? Какой Бэтмен? Еще подстилку найти, сложить все вместе Короче, это нетипичное Подай, принеси, и все довольно кликабельно Да в любом случае это выглядит стребно Имеются отсылки, их тут очень много И аллюзия на плейбой, и пародия над яблок Крутого Сэма Древнеязыческие боги выглядят как бебис и бадхит Забавные шутки встречаются Геймдизайн довольно сочный Не считай этого кринжового солнца Фу-фу-фу-фу-фу Да нет, солнце еще... А, ну ладно, кринжовое, но... Меня больше пугало солнце из Сол Итера Вот от чего стоило отказаться, так это от меня, никор Косить, блин, это полный разрыв жопы Никто не объяснит даже, как это проходить А зачем их косить вообще? Ну, видимо, она сделана, чтобы потом ее на ютубе кто-нибудь разбирал Хотя ютуба тогда еще и не было, видимо, видели люди А, в пятом, значит, вышел мультфильм Хороший прям мультфильм, мне очень нравится Нахренеть! Была заказана игра по одноименному мультфильму Которую решили намарафетить под Point and Click Adventure Если зачастую на Западе Игры, основанные на мультфильме, сосали жопу То страшно представить, что намутили Россию Не, ну, в принципе, я ее вроде даже прошел Было, ну, так, неплохо Но, на удивление, вышло весьма достойно и лампово Немного квестов из разряда Пайди принести Блют всякие пазлы и даже какие-то наметки на файтинг Вау Несмотря на устаревшее разрешение Ой, жесть, вот это мыло Ну, я так понимаю, озвучка та же самая, что была в мультфильме Все бы ничего, но, Алеша, дружище Будь другом, перестань мне так смотреть Как будто хочешь подойти тебе такой Смотрите на этого качка Игру ли довольно последовательная Аккуратно открывать нам нужные локации, когда того требует сюжет Посему, в кои-то веки, хоть после какого-то квеста Не чувствуешь себя тупым и не надо искать прохождение Потому что она и так тебя ведет, куда надо, да? А еще кат-сцена полное говно На кой хрен запихивать в игру добрую треть мультфильма, да еще и в хреновом разрешении А, подождите, там реально прям мультик показывали Ну, это че, вырезки из мультика странно Понятно, если человек купил эту игру, значит, он смотрел мультфильм Зачем это еще пересматривать? Вообще, видно, что сделано Ну, чтобы был такой более ровный сюжет, наверное Без претензий на что-то из ряда вон Оттого и играется забавно Никаких багов, ответвления логичные, понятные Какие могут быть баги в таких вот дешевых квестах? Я хрен его знаю Квести из разряда Нужен камень, а камень я не дам! Ох, господи, зачем ты так орешь? Еще тебе пересрался? Раз они мозолят, частности, из хронометража, который развалил свое бренное тело всего-то на час с копейками А, он прям вообще, ну, значит, ее полностью прошел, потому что слишком маленькая Они постарались, наверное, именно поэтому даже в 2018 году остается какая-то ламповая магия далекого 2005-го Посему хрен с ним и скажу игре Ес Внезапно, да? Че думали, я тут все хейтить буду? Ага, шиш Все остальное буду, да? Разумеется, успех был неминуем уже Год спустя выходит сиквел А где мультфильм, там и игра Доброни Никитич и Змей Горыныч Разработчики все те же Ну, блин, то же самое, короче, тоже самый квест, но в него я уже не играл Вот только валешь по помощи и все Вы смогли они подкрутить огрехи своего предыдущего продукта? Не думаю Сиквел сразу начинается с какого-то срача А ну пропусти служивый! К Добрыне гонец! От самого князя с посланием! Не ори! Со слухом она... Да вы оба орете! У нас все в порядке! Медкомиссию недавно проходили Э, ну-ка, полегче! Почему-то в Добрынском продолжении Стало чувствоваться халтура Как минимум из-за того, что... Может быть просто не халтура Из-за того, что мы это уже видели Поэтому как бы... Камера мальца отдалилась И проблема разрешения стала еще острее Сделано как-то все... Не знаю, вроде нормально выглядит По-моему, даже рисунок поинтереснее стал Грубо, что ли? Эти субтитры раздражают Когда персонаж идет, экран дергается как ненормально Да, кстати, я вот заметил Когда в предыдущий раз она показывала, как Добрыне шел Нормальный кат-сцен будто стал еще больше Пиксели лезут на лоб Да даже сам сеттинг стал более темным и тусклым А квесты за такой хронометраж платную подобрались к своему минимуму На первом плане у нас теперь мини-игры Типа пятнашек, поймая предмет на лету и так далее Зачем? Ну блин, мини-игры бесит, давай квест Хотя на самом деле квесты я не люблю Но хотя бы... Хотя бы, типа квест Значит надо делать квест Я не знаю, что надо брать, но поэтому нажму везде на экране, может быть что-нибудь возьмется Кронометраж, который, к слову, длиннее не стал А еще скривиться в объятиях Улыбка заставляет музыка Более унылый саундтрек придумать просто нельзя Ну да, что-то как-то скучновато, если честно Я прям чувствую какой-то запах газовой камеры Ну и на десерт постоянные вылеты Даже сейчас на новом железе она вам придет пару раз дропнуться Серьезно? А вот и баги, кстати А я до этого сказал, откуда могут быть баги в таком дешевом квесте Оказывается, разработчики даже фуры со специальными патчами выгружали, чтобы исправить баг Патчи для игры на час такой вот стрёмненький, да? Просто невезучий Это просто список довольно мерзких шероховатостей Ну уж точно не фатальных ошибок Аниматоры по-прежнему молодцы Не, ну анимация прям на... Не то, что... Блин Короче, мне очень нравятся и задники И так, как все нарисовано, прям очень красиво и соченько Лампу из тридесятого королевства ощущается И в свое время она могла позволить убить время на пару часов Мой чуткий нос чувствует, когда ему подсовывают халтуру Оттого скажу, мэйби, вот такой я злодей Но шарманка была уже... Почему сразу злодей-то? Предыдущие две игры, да, получили на потоке Успех не думал угасать И вот на наш страшный суд выходит То же самое, да? Я не понимаю, по-моему то же самое абсолютно, не? Видимо глаз у меня замылен Не вижу нихрена Те не стали глубже, пейзажи четче Разрешение увеличилось Только что-то сам Илья у нас вечно в какой-то позе вечного бытия Типа... Ну смотри, какой умный человек Надо подумать Даже как умудрились стать более мудреными Вот, например, нужно у мужика соль оттяпать Но он так просто не скажет, на что мы должны ее обменять Вот и ломай голову Типа, можешь тебе дать это? Нет. Может вот это? Нет. Может вот это? Нет. А может я тебе дам по голове и заберу? Возможно. В игру ли завезли систему бонусов. Озвучка хорошая анимация тащит. Теперь вообще не чувствуешь никакого подвоха касательно того, что смотришь ты мультик или играешь в одноимённую игру. Интересно. Даже экшены и драки стали более изобретательные. О, чудо, Илья Муромец у нас теперь умеет прыгать. Ахахаха, а до этого не могли, да? Финальная битва с проклятым... Правда прыгает, чё? Нифига себе, смотрите, он как будто летает, а не прыгает. Офигеть. Вообще, чёртов битым апс, каким-никаким, но искусственным интеллектом. Не скажу, что это шедевр авангардизма, но видно, что пытались. По крайней мере, да. Сам хронометраж геймплея увеличился почти в два раза, и мне действительно интересно, какая их муха укусила. Непонятно ли... Ну, видимо, больше времени у них было на то, чтобы игру сделать. Начали прям сразу после предыдущей части, да? Две вещи. Первое. О, боги мои, почему нельзя было пофиксить эти загрузочные экраны между каждой божьей локацией? Второе. Почему они... Ну, потому что это 2007 год, не было же ещё бесшованных миров, как в Sony PlayStation 5, да? Не пользуются спрайты старых персонажей и выдают их за новых. Ну, вот я тут прям вижу того старпёра из Алёши Поповича. Да, 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 да. Это он и есть, как будто. Ну, прям то же самое. Ну, пипец, студио, только с таймлайнами. Пипец, студио. Меня путать не надо, оставьте это лучше Marvel, окей? По итогу получилась занимательная адвенчура, которая не грешит экспериментировать, приносить геймплей новые мини-игры, более сложные загадки и не менее ламповый сеттинг. Понятно, что местами... Там было написано «пусть» или мне показалось? Ладно, не важно. Но это было неизбежно и всё равно. Работа над ошибками проделана крайне хорошая. И остается лишь приятно удивиться и сказать игре «yes». Далее нас поджидает очень внезапный перерыв. Российские умельцы из нишечем известный канал... Cats Who Play. Туракатс Who Play решает выгрузить в 2008-м свой любопытный эксперимент, который никак не перекликается с продукцией студии «Мельница». «Три богатыря» или «Ferry Tales for Heroes» 2008 года. Написано просто «три богатыря», а где-то «Ferry Tales» увидел. Зелёные полигоны могут вас поначалу напугать, но... Выглядит отвратительно. Можете быть уверены в том, что эта вариация «трёх богатырей» получилась весьма неплохой. Да ну его нахрен! Я если вижу какую-нибудь сратую графику некрасивую, что мне будет, ну, просто бесить на протяжении всего прохождения, я лучше просто даже играть не буду, потому что ну нафиг это надо. Что это за 3D говно? Слушай, а вот в самой игре-то выглядит более-менее в норме. Всё равно говно, конечно, но всё равно. Но вот беда! Эти филончики нехило так обленились, вот и нужно объединиться и потихоньку всех нагибать. По сути, перед нами бродилка, где мясисты... Да я не знаю, как-то выглядит очень плохо, и прорисовки как будто какой-то нету, потому что вот смотришь ты далеко вперёд, да, и там чё-то ничего нет, какая-то пустота. Вообще, знаете, что это мне напоминает? Игруху про хоббита от начала нулевых, помните такую? Я недавно смотрел ролик о Die.GM, и там рассказывали вроде про эту игру и чё-то как-то такое. Примерно что-то похожее от западного аналога не отстаёт. Собственно, мы тут как чёрные... Такое же говно. ...то галы можем мочить... Это шутка. Жаль, во время боя богатыри не такие подвижные, какими могли бы быть. Я бы сказал, они даже одутловаты. Ну чего... Ну ты посмотри на него, какой он здоровый. Не отнять, так это навыков. У каждого свои умения. Один стреляет из лука, другой кувалдой фигачит, третий просто большой и прям в духе... Просто большой, поэтому на всё ему насрать. Из старых добрых игр по лего можете менять персонажей, исходя из надобностей. А дополняет это всё дело долгий геймплей, удобная навигация по карте, возможность расширения инвентаря со скиллами, плюс динамичный саундтрек, который даже орг... Там даже инвентарь какой-то есть. Конечно, смогли впихнуть электронную музыку. Удручает лишь то, что замес происходит в однотипных... Как он медленно бегает? ...в одинаковую погоду, посему локации кажутся однообразными. Благо мы тут не только... Да они не то, что однообразные, они просто убогие. ...важен кулаками, но и приходится шевелить башкой. Например, огромную ораву говноедов так просто не забьёшь, и придётся изловчиться так, чтобы залить колодец слабительным и всех чупырить, травануть. Прям при... Интересно. ...привет, как достать соседу. А где они слабительные возьмут-то в древнюю... ...разумирно, перед нами очень недурная работа, в которую вложили и силы, и баблос. Да ну его нафиг, выглядит отвратительно, я даже играть не хочу, фу. Остается лишь похвалить и сказать игре yes. В 2009-м она даже уехала торговаться на запад, и был запланирован сиквел. Но по ряду финансовых причин продолжения было... Ну, видимо, её никто не купил, на западе такие, что это за фигня? Я лучше в Crysis поиграю, который вышел, по-моему, в 2007 году. ...заморожено и очень жаль. Но поклонники этой троицы не расстраивались, ведь Мельница не думала останавливаться. После перерыва Мельница решает сделать тимап века. В 2010-м выходит ультра-коллаб под названием «Три богатыря» и... Нифига себе, это ещё мультик, оказывается, после перерыва почти в три года, что ли, вышел? Я думал бы на следующий год. Шамаханская царица. Вот, его я ещё смотрел, а уже все остальные нет. Разумеется, Пипя Студио высовывали... Пипя. ...пой гост где-то неподалёку. И вот подавитесь одноимённой игрой. И да, у нас теперь есть оригинальная кат-сцена, а не отрывки из мультика. О, это хорошо. Ура! Так, чёрт побери. Нет, на самом деле это же нахо это хорошо, нет? Что с князем? Чё по анимации, пацаны? Нет. Никакой анимации. Я буду сидеть и смотреть в одну точку. Поняли? Куда ты смотришь? Сзади меня никого нет вроде. Да, вы наблюдаете диалог двух героев. А, серьёзно, он там даже разговаривает в момент, но не разговаривает. Тичный. Три минуты. Нет, ну ты мог бы хоть моргнуть для приличия. Давайте немного подинамичней, суки. Три года перерыва, пипец, студио. Три года пер... Видимо, им просто было лень. То есть... Не захотели они возвращаться в эту парашу, но пришлось, да? Как сцены вы потратились, а на анимацию самого геймплея не очень хотите. Теперь в целях экономии квесты строятся на том, что нас запирает в каком-то пространстве, и вы должны выбраться. Ну вы знаете, открой ящик, найди ключ, посмотри под кумриком, и яйца почесать не забудь. Ну типичный, короче, квест. По пикселям тот, еще геморрой. А самое забавное, что почти все спрайты и задники взяты из старых игр про богатырей. Чувствую. Ну им было прям реально прям очень лень возвращаться в эту селену. Суть этот запах халтуры. Угу, да. Квесты тягучие, клонят сон мини-игры опять скатились до каких-то вонючих... Пусть три в ряд, что? ...пяташек по цвету. Да, у нас нововведение. Мы можем поиграть за троих богатырей по очереди. Так. Но проблема А. Игра решает за тебя, когда я переключался между игроками. И проблема Б. Теплее от этого не становится, поскольку это просто три совершенно одинаковых NPC-шки. Я не понял, он что там гладит блинчики. И лишь в разных внешних оболочках. На дворе 2010-й. Как так получилось, что за три года перерыва мы вновь откинулись к 2006-му? Те же пиксели, те же тупые мини-игры, да и вдовесы к... Да просто им стало лень. И, видимо, решили, типа, попилить бабло и сделать говно. Крещие сохраненки не работают. Ну типа сиди, заткнись и играй, будь добр до победного конца. И говно вернуть не забудь. На ютубе есть даже гады, как можно исправить этот баг вручную. Но нужно ли? Вот и ясно. Просто играть не нужно, да? С этим вопросом. Три богатыря и Шамаханская царица это очень тягомотная и тягучая адвенчура, которая представляет из себя Франкенштейн из предыдущих частей. И просто халтуру. Они дошли до своей критической точки. Я говорю игре, ноу. Благо не я. Как резко, да? Отдак, нет. Я не почувствовал ловушку. Пипец. This is trap. Судию начали откровенно надоедать своими поделками. Так. Уже следующий мультфильм «Три богатыря на дальних берегах» обошелся без своего игрового обрамления. Ну вот на дворе 2014-й технологии шагнули очень далеко вперед. Да они как бы в 10-м году уже далеко вперед шагнули, нет? Кто не понял, тот поймет. И ни для кого не секрет, что большинство игр, основанных на фильмах или мультиках, переехало в великие ужасные гаджеты. И менее затратные, более прибыльно. Один S и... Да и... Нет, они выходили, наверное, и на телефоне, и на компе все-таки тоже. С исключением не стали. Сделав одноименную игру «Поход», «Канем», выпустив ее на iOS и на Android. И в большинстве своем бренд проверен. Да это же то же самое почти. И у руля та же контора, что оригинальные квесты выпускала. Значит, логично предположить, что это новая адвенчура только для смартфонов, а нет, это раннер. А, это раннер? Ха-ха! Серьезно? Камон! Нафига еще один раннер? Их и так миллиарды! Это, сука, раннер. Боги... Только в 2D-шный и, ну, как бы, с видом сбоку, а не вот так вот сверху, да? Мои! Кто меня шарахнул в машины времени по башке? Я что, очутился в 2001-м? У меня ремня... Нет, по-моему, в первом году еще раннеров не было, если... Ну, может, были, но я и не помню. Меня привязали к четвертому пентиуму играть... По-моему, просто как раз-таки где-то в 2012-м, в 2013-м году там что-то... Вот этот Subway Surfer появился, и поэтому раннеры стали прям очень популярны. Но, видимо, они решили хайпануть, тоже сделать раннер по трем богатырям. Братишь игры. Активно обновляется, меняя шкурки, аккуратно к выходу новых мультиков. Ну, вот незадача. В самой игре меняется ровным счетом... НИХУ... Не, пацаны, это просто наглость. 60 уровней подряд мы просто бежим из редко-тапая на две кнопки. А, такой прыжок. Если во что-то врежешься, то ничего не будет. Игра продолжится. Персы вместо... Ну, реально, сколько какая-то. Способны себя выдавливать лишь эмоциональные ключи типа... ЮХУ! УРА! А на заднем плане... Даже на озвучку, походу, да, решили забить? Какой-то баянис бренчит на саундтреках. Не пройти ее попросту невозможно. Даже если вы во врага врежетесь... Возможно. Если ты ее скачал, посмотрел на это говно и такой... Удалил. Все. В этом случае... То лишь пару монеток потеряйте и все. Всем пофиг. Будто самой игре пофиг. Открыл и вперед. Ну, наверное, есть она хотя бы бесплатная, да? Слышь, ну, с*** нет. Зачем тогда играешь? Мазохист. Не те же локации, которые лишь сменяют уровни выступов или нам надо кого-то преследовать. Поистину, это будущее, ребята. Это будущее. Но с другой стороны, какие они не богатыри, такая игра. Подобного дерьма в App Store просто валом. Поэтому, если вы находитесь ей продукт хотя бы чуть-чуть оригинальным, то... То у вас что, крыша поехала? Какой ты добрый, а? Скажу no. Не, ну естественно, нифига не оригинальный. Ну зачем? Ну вот такое дерьмо скатился гейминг про трёх богатырей. Слава яйцам, что дует их только мельница. Ну конечно же я вру. Ведь у нас же ещё последний богатырь. Они тоже сделали игру. А, подожди. Последний богатырь, это который вот от Диснея, типа, да? Я, кстати, первую часть смотрел. Ну я бы не сказал, что прям какой-то отвратительный фильм. Ну на разочек. Можно глянуть, как бы... Ничего особенного на самом деле. Последний богатырь. Почему только на iOS? Герой. Ну потрясающе. Привет, флэш-мультики. Ё-ка-запай. Вы бы могли для приличия хоть рот открывать. А то как-то совсем негоже. Знаете, это мне напо... Даже серьёзно? Вот это вот говно? Сделали в поддержку, типа, фильма? Ну, сколько я знаю, ну к фильму, как бы, какое-то отношение имел Дисней. Может быть, как дистрибьютор, да? Но в любом случае там было... Был значок дес... Дреснее. Духих, что за говно они сделали? Ну чё, нельзя было немножко постараться сделать что-нибудь удобоваримое? Нет, отсылки к играм геймбоя начала нулевых. Капец. Визуально выглядит приятно, но по чесноку играть в это невозможно. Да я бы не сказал, что даже приятно. Что не ход, то очередная тупая подсказка, которая лезет из всех щелей. Оборудуй свой замок Белогорье. И тыкай, прокачивайся, прокачивайся и прокачивайся. Что тебе надоело? Не беда. Ты можешь покупать бойцов и опять их прокачивать. Короче говоря, говно. Я не удивлюсь, если там донат ещё дофига. Прокачивать и прокачивать. Что, не хватает дублонов? Ну ты всегда... Ну всё, это понятно, значит, донатность. Можешь купить кристаллики за баснословную сумму. Не переживай, сынок. По сути, перед нами просто хитрозадая игра-прокачка, которая может очень долго и муторно выкачивать из вас деньги. Ну вот это понятно. Всё, всё понял, для чего это было сделано. Но это мега отвратительно. Даже смотреть на это больно глазам. Хотите поискать чего-то, по чему-то за наимённым диснейским фильмом? До свидания. Просто лишь бы разрубить бабла и скажу последнему богатырю, но, собственно, эта баснотырская эпопея и заканчивается. Чё, больше никаких мультиков по богатырям не было? Печально, что мы скатились к какой-то фри-ту-плейной параши для смартфона. Ну что поделать? Лично я считаю... Не, ну на самом деле, почему скатились? Это же всё-таки другая уже франшиза, не имеющая отношения к, например, вот этим мультикам-богатырям, не имеющая отношения к самому первому... Самой первой игре по богатырям, поэтому... Эх, сравнивать как-то даже смысла не вижу. Я считаю, что франшиза достойна хорошей сбучки, и последний богатырь — это только первый заход для нового Расколбаса. А где фильмы, там и игры. Я благодарен разработчикам за их старые ламповые квестики. Вот не знаю, кстати, в 2018 году вышел видос. Если вы шарите, напишите, пожалуйста, были ли какие-то игры ещё по богатырям? Может быть, они были интересны и стоят вообще своего внимания. Но очень в этом, конечно, сомневаюсь. Кину надо двигаться дальше. Чего буду делать и я? Ну, не с богатырями. Ну и правильно, нафига. Спасибо за внимание, ступайте в группу. Пальцы вверх, она меня заржавеет. Вверх. Всем пока. Ну а мы теперь на финишной прямой по производству трэш-обзора. Так что ожидай! От какого трэш-обзора? Что это? Что страшно? Что такое? Это анонс на какой трэш-обзор? Ну-ка, напишите в комментиках. Вот, атмосферно. Что это? Нет, всё равно не могу определиться. Суд? А, понял. Трэш-обзор про какой-нибудь суд с телека, да? Короче, видос получился, как обычно, интересный. Я не знал, что есть какие-то ещё игры по богатырям, кроме вот этих вот от студии Мельница. Но на самом деле, я вообще думал как раз-таки, что здесь будут рассказывать про именно всю франшизу богатырей от студии Мельница. Оказывается, здесь нам ещё говорили про... Ну, Чак говорил про мульт... Ой, про игры, которые к ним вообще отношения никакого не имеют. Ну и они все практически то однотипные, то отвратительные. Короче, явно не стоит внимания своего. Выходит так много годного и интересного, во что можно поиграть. Поэтому даже в сторону этих игр смотреть не хочется. Но Чаку огромное спасибо за контент. Он получился, как обычно, интересный и в некоторой степени весёлый. Ну и крыльжовый, естественно, тоже. Огромное спасибо Русгейману за то, что он попросил меня посмотреть этот видосян. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!